Всегда мечтал-то сделать. Меня зовут Ярослав, я самый простой в мире дизайнер. Меня зовут Виталик, я работаю в Альфа-Лабе, работаю я фронтальтер-рабочек. Я живу в городе Москве. За что я люблю Москву? Наверное, я люблю Москву за ее динамику, за ту движуху, которая происходит здесь. Это действительно очень динамичный город, который меняется, который улучшается. Это, наверное, самое приятное место на Земле. Профессию разработчика я не убирал, мне просто всегда хотелось делать классные штуки. И самый простой способ их делать, чтобы научиться ходить. Для меня самое главное в работе — это люди, с которыми я работаю. Важно, чтобы с ними было о чем поговорить, даже не только про работу, а вообще в принципе. Для меня самое важное в работе — это определенно драйв. Это та атмосфера стартапа, которая есть в нашей лаборатории. Мы стараемся быть частью комьюнити. Мы рассказываем о своем опыте, о своих ошибках, о своих достижениях. И также мы получаем от комьюнити очень много информации. Поэтому это развивает в целом нашу индустрию, и мы хотим в этом участвовать. У нас же там пришел парень, где-то 15 лет ему было от силы. Он пришел с таким уровнем работ, который, в принципе, уже был достойным для того, чтобы выйти и начать фигачить. И он, в принципе, не может даже по возрасту пойти, но все равно он взял, собрался и пошел. Вот хочется, чтобы таких людей было больше. Это твой микрофон. А, послушай, мы у меня есть? Нет, это сюда. Я вам придется говорить. А, раз в вас, привет. Ребят, давайте еще раз познакомимся. Твой парень с днем волосами ролики. Это был я. Я постричь не помню, а это Ваня. Говорит, это где полностью стрижка. Меня зовут Виталий. Действительно, я занимаюсь разработкой фронт-энда. С одной рядом Ярослав. И ярослав, собственно говоря, дизайнер. Привет. Вместе мы работаем в Альфлаборатории. Альфлаборатория – это такой стартап внутри большой компонент с Альфлабанкой. И сейчас мы занимаемся всеми продуктами компании. И да, мы приходим к теме. Я расскажу, как, собственно говоря, мы дизайнеры, и мы разработчики, взаимодействуем с друг с другом. И начну немножко издалека. Расскажу вам про то, что вы успели у вас, Ваня. Это наша единая уибра-библиотека. Такое это было в 2015 году. Это был большой скетч-файл. Слева можно посмотреть на его масштаб, которым были адресованы все возможные компоненты во всех возможных состояниях. Да, это Ваня подсказывает, что это была новая диспот-ферсия. Так и есть. Очень удобно с этим было пользоваться. Ну, так себе. Конечно же, во всем всегда виноваты дизайнеры. Дай мне пиковку. Вот эту. Спасибо. Но на самом деле проблема не только была в дизайне, но еще и в том, какая у нас была библиотека. Библиотека была на самом деле замечательная и прекрасная, но в ней было пару косячков. То есть иногда бывает так, что дизайнеры не могут вместе поработать с разработчиком. А у нас процесс, как говорил Ваня, такой, что дизайнер приходит, типа, привет, Виталий, давай там сервис сделаем. И мы за вечер на основе реальных компонентов берем и делаем их. И у нас уже продакшн-код. Уже можно прям посмотреть в бою, как это все нажимается, работает. Но иногда такого не бывает. И еще бывают моменты, когда у нас, например, дизайнеры или разработчики удаленные. То есть вообще там где-то в других городах они пытаются что-то дизайнить. А с помощью вот той простыни они не совсем понимают, что с ней делать. Ну, то есть им говорят, сделай нам сервис. Они такие, что делать-то? Вот, поэтому мы сделали второй версию библиотеки. Она стала вот такая более структурированная. То есть это не пелена каких-то кнопочек, там, всяких импутев и еще прочая штука. Это теперь такая вот, ну, то есть автономная гайд-книжка, по которой можно понять, как у нас работают сервисы. То есть вот возьмем пример какой-нибудь. У нас есть, ну, вот набор импутов, да, и мне говорят, что, ну, сделай из них сервис. Как сделать, что делать. Вот, теперь есть возможность их прям посмотреть, как группируются, как они, соответственно, взаимодействуют с друг другом. И, естественно, это все еще как бы помножится на то, что рядом всегда есть пример из реального сервиса. То есть ты можешь не только посмотреть, как это работает, но еще посмотреть, как это уже реализовано. То есть и у нас, естественно, появилась мобилка. Мы использовали все самые вот эти новые последние штуки скетча. Это resizable, вот это все символы и сеточку. Сейчас я прям покажу видос, как с помощью нашей новой библиотечки собрать какой-нибудь там прототипчик. Вот, то есть это прям хардкорный вариант, когда ты берешь и делаешь все сначала. Вот, обычно ты берешь что-то готовое, меняешь свои там названия на другие и говоришь, что вот я сделал. Такие, вау. Вот, ну, это... То есть, ну, процесс хочет, чтобы был именно такой, чтобы не придумывали нового, чтобы не стирался единый UX-паттерн, да, чтобы люди, когда пользовались одним сервисом, переходили на другой сервис одного и того же банка, вот, они могли обучаться. Вот, я чуть прокомментировал. Вот, видите, у нас сетка такая, вот она 16 на 16, и все наши символы, они вот в таких вот кубиках. И те, короче, не надо высчитывать расстояние, отступы. Ты просто берешь и вот эти вот кубики один по другой ставишь, и у тебя сразу идеальное расстояние. Ты не тратишь вот эти вот пиксели, там, минус один, минус два. У тебя сразу все красиво. Вот, да, теперь берем какие-то лыбочки, выбираем. Вот, видите, да, как workflow построен? То есть, ты можешь видеть сразу все, но при этом выбирать то, что тебе нужно. И ты как бы не теряешь контекст. Вот мы выбрали там два импута, подставили друг по другу сейчас. Да, не выравниваем пиксели, не высчитываем сетку. Просто ставим имена, и сразу уже почти, почти красота получилась. В общем, вот такими движениями у нас получится вот прекрасный вообще шедевр. То есть, здесь идеальное сочетание темного-синего градиента, красная кнопка. Вот, но есть одна проблемка. Как думать, какая? Верстка? Да. Короче, это картинка. Нафиг не нужна. Ну, че, че? Ну, че с ней делать? Да, вот Виталик поддерживает. То есть, ну, можно побежать к разработчику, типа, Виталик, давай сверстаем, смотри, какая красота. Он такой, у меня там пять проектов, давай ты сам. Ты же там вот сходил на курсы, я вас крипт. Вот, и тут я такой, ну да, ну да, ну да. Ну, а мне как бы хочется это протестировать, да, потому что следующий шаг, на самом деле, это не верстка еще, да, это, ну, во-первых, верстка, а во-вторых, это тестирование. Ну, потому что, как оценить красота или нет, мне кажется, здесь все прекрасно. Но пользователи скажут, а че, 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 номер счета, а где мне его взять? Ну, то есть, не смогут этим пользоваться. Поэтому следующим этапом идут точно идет тестирование. И как подготовить эту замечательную картинку к тестированию? Конечно, использовать быстрый прототип. Их очень много. Там, и движены, всякие silver flow, и принципы. Вот, но у них есть небольшой недостаток. То есть, у нас же есть свои компоненты, и они их не используют, они не знают про их существование. Они все делают эти картинки, по сути, просто, ну, летающими. Че, че, зачем? Вот. Поэтому мы разработали свою собственную систему прототипирования Alpha Blueprint. Спасибо, Ирослав. Создание этих, которых считают, это очень большое спасибо, потому что без тебя бы, наверное, никогда не было. И если бы это не говорил раньше, но ты реально забавил. Откровение. И ты пишешь промышленный код, у тебя сервис, у тебя тонны багов, у тебя живые пользуются, тебе нужно прикрыть аналитику, и приходит Ирослав. Парни, соберение, продается, здесь, остаток на 5 минут. И, как уже говорил Ирослав, он же как-то не на курсе делать, он говорит, да, почему бы не воспользоваться этим? И, у меня пришла идея, почему Ирослав очень простым инструментом, для того, чтобы он вот, нашим Ирослав не пропустился. О, ура. Это очень простой инструмент для решения его задачи. Вау. Спасибо, Ирослав. Чтобы он получал не картинку, а получал реально работающий код, который можно протестировать на реальных пользователей. Очень быстро получить результаты ИСА. И какой-либо вариант написать все с нуля, но у нас уже были готовые реакомпоненты. И, собственно говоря, я их использовал. Это, по сути, интерфейс для реакских компонентов на основе компонентов, который реализует наш стиль библиотеки. Причем этот инструмент, блюпринт, он генерится буквально в один клик из нашей текущей разработческой версии реакомпонентов. То есть здесь происходит нулевое отставание от того, что мы видим в продакте, то, что видит наш клиент, и от того, что видит люди на наших исследованиях. Так вот это собирается. Это вообще реальная скорость. Это Виталик с такой скоростью пишет. Это не ускоренное видео. Да, это про энергетику. Ну, уже, наверное, пропустим дальше. И у нас получается вот такая штука. Причем она уже сразу же готова как тестов-версия, так и мобайл-версия. Вы можете тестировать на своем айфоне, и андроиде и так далее. Во-во-во, слушай, а вот... Давай-давай-давай-давай-давай уже. Да, а теперь можно добавить анимашки. Давай-давай-давай-давай начнем. Я знаю. Я знаю. Народ поставить на мпм, скачать по модуле для анимации. Ну, мужик, давай ты... Короче, смотри, мне надо, чтобы ты нажимал. У тебя импут вот так вот крутился на 360, а вот эта красная кнопка, она тоже так вот крутилась и решилась как работала. Вот так, короче, всегда. И для таких штук мы используем фреймер. Он у нас как-то прижился. Из всех систем прототипирования мне он больше всех импонирует. Он, значит, сделан на кофе-скрипте. Ну, достаточно как бы простой язык. Он выглядит страшно. Я, например, скачал и закрыл. На самом деле, если разобраться, прикольная тема. Значит, в ней можно делать прототипы с реальной логикой. Туда можно JSON-чик подгрузить. И еще самая классная фишка, то, что фреймер каждый день многократно помножается своими примерами. То есть можно зайти на Dribbble, нажать фреймер, увидеть кучу классных красивых штучек. Там уже все написано. Можно скачать код. Короче, тырить. Но не советую. И как-то одной субботой ночью я проснулся, естественно, думал о компонентах, о блюпринте, о кнопочках. И подумал, что у нас, в общем-то, есть классный блюпринт, который Виталик сделал. Есть фреймер, которым уже пользуется много дизайнер, который как-то уже прижился. Ну, то есть две программы. Ну, а почему бы и не сделать так, чтобы они могли бы работать вместе. И я попробовал и подружил в этих двух ребят. Там пишется файлик дружбы. И они начинают дружить. В общем, вот эта дружба позволяет делать очень крутые штуки. Например, мы можем сразу из скетча делать HTML. Ха-ха. В общем, смысл в чем, да? Мы берем наш скетч-файл, загружаем во фреймер. И фреймер же знает нашу компоненту, он же подружился с блюпринтом. И теперь мы просто говорим, то есть мы используем скетч-файл как разметку. Мы говорим, что, парень, вот смотри, вот эта штука, которую ты сейчас выделил, да, вот лейбл 0.1. Это заголовок из библиотеки. Возьми и замени его на настоящий. Вот такой, окей. Возьми вот эти два заголовка, поменяй на настоящий. Возьми, короче, заголовок, сделай таким. Возьми вот эти там три импута, сделай их настоящими из библиотеки. И, короче, вот там за течение пяти минут у тебя получается настоящий живой прототип библиотечными компонентами. При том, что ты ничего не верстал. Вот, все. Ну, то есть, это рай дизайнеров. Это прям вот берешь и, короче, делаешь уже живой макет. Кнопочки нажимаются, кнопочки все делаются. И еще самое классное, что теперь можно использовать все фишки фреймера. То есть мы можем точно так же сделать анимацию. Ну, например, сделаем классный переворот. Будет в новых сервисах. То есть, когда подводишь мышку к импуту, вот, показывал HTML. Сейчас, сейчас будет огонь. То есть, видите, что импут, кстати, телефона тоже стал импутом телефона. Теперь добавляем анимации и теперь все, значит, будет крутиться, вертеться. Да. При том, что это настоящие компоненты и мы можем что угодно с этим делать. То есть вообще безграничные возможности без использования Виталика. Виталик может наслаждаться жизнью, пить кофе, а я буду делать прекрасно. Вот HTML крутится, вертится, свистит. Ну вот. А тут, короче, прибегает тестировщик. Мы же в большой компании работаем, у нас же все тестируется. У него такие... А, ну давайте. Ладно. Спасибо, спасибо. Вот. А тут, значит, прибегает тестировщик с общими глазами. Такой, я протестировал. Ну вот, типа, классно, но вот давай попробуем по-другому. Вот здесь вот люди не понимают, давай местами все поменяем. Ну то есть, казалось бы, надо взять, переверстать все. А, не, нифига, я открываю скетч, такой, типа, выделил одну часть, сделаю ее вниз. Такой, типа, оп-оп-оп, вверх. Вторую часть. Все в скетче, я верстаю в скетче. Я же разработчик почти. Теперь открываю свою любимую штуку и все готово. Все работает. Вот эти крутилки, свистелки сохранились и я, короче, опять счастлив. И опять иду и тестирую. Я ничего не верстал, ничего там не делал. То есть, у меня сразу готовый HTML с нашими компонентами. Прямо красота. Это вот такая фанглая штука у нас получилась. А дальше нам хочется попробовать сделать так, чтобы это можно было вообще без фреймера делать. То есть, открываешь скетч, верстаешь, нажимаешь кнопку и у тебя сразу учится HTML, при том, что она еще и адаптивная. Вот есть? Ну, на самом деле, для меня эффект следующий. Меня это висит дизайнер, но это нормально. Ребята, на этом мы закончим. Спасибо большое за ваши вопросы. Если честно, я настолько задумался, что даже чуть не пропустил время. Ребята, молодцы, уложились за 16 минут, поэтому у нас есть вопросы. Возможно, задать им побольше вопросов. Поэтому просим. Продолжение следует... Моя дизайнерство вопросов, где у нас тут очень мало. Вот в последнем обновлении в скетчатре, где есть, добавили много клевых штук, которые позволяют перестраивать контент, в расширении. Но, по-моему, самая актуальная проблема это перестраивать контент на высоте. то есть состояние между блоками, группами блоков, в зависимости от... Ну, обычно, прежде всего, самая преподная задача это изменяется размер текста и все, все надо двигаться в решину дальше. Вы как-то решаете эту проблему в вертикали или нет? Ну, у нас все... Да, у нас все в квадратиках, поэтому ты просто чик-чик-чик и все готово. Ну, то есть... Ну, это быстро, это делается вот так. Я же показывал видос, у тебя сетка и у тебя как кубики, то есть тебе не надо вот, типа, тут три пикселя, тут два, ты такой, а нет, 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 один-один, ну, просто чик-чик, вот этот экран, тебе надо просто сейчас вот Виталий Грин сделать ниже. Все равно ты знаешь, что там 10 кубиков, да, и ты их везде должен на глаз поставить. Да не на глаз, у тебя все идеально сразу. То есть там сами компоненты так сделаны, чтобы они в кубики влезали. То есть вот, допустим, сейчас... Да-да-да-да. А, общий... Да-да-да-да. Да-да-да. То есть это прям боксы такие. Вот это одна часть, это другая часть. Ты берешь вот этот, местами меняешь и все, что надо, остыки сохраняются. Да, ровно. Я жду от этого заработчика, чтобы нужно было задать еще вот эти расстояния. Они уже забиты. Ну, то есть... Виталий, у нас же все работает. Так, ну да, я понял. Спасибо, братик. Вы посмотрели эти расстояния и у вас просто тонкратные уже. У нас есть такие вёсочные элементики, которые уже всего есть. Спасибо. Вопрос смелищий. Вопрос разработчику. Виталику. От мальчика. Изначально, когда у меня два вопроса, изначально, когда вы верстали, у вас получается изначально, когда вы верстали, у вас получается и фронтент на маке, и дизайнер на маке, либо вы использовали за этот кусок? Да, у нас и фронтент разработчик на маке нет. Просто есть такая, такой сервис цепень, куда макету выгружаешь, искичаешь, и он тебе тоже там расстояние, все, что показывают. Вон, вон, там сосед ответит. Не до микрофона? Мы его используем в основном для маке-минговых приложений. А для выбора у нас классная библиотека, и там, в принципе, дизайнер может дизайнер может просто в арте написать набор того, какие порядки будут, разработчик будет его взять и просто составить. То есть там не нужно очень верно. Только если вдруг по какой-то причине и остальные силы будут собирать полностраничку, проверить карман, то будет так вот. Кажется, это просто состояние. действительно у нас сейчас нет этой плоди, просто лишен обходи. Это я понимаю. И второй вопрос. У вас дизайнеры, получается, занимаются разработкой не концепции, а нового продукта. Просто, насколько помню, на Альфа-банке сделан в студии Артемии Лебедева сам дизайнер. Это сайт. Я понимаю, дизайнеры тогда, получается, просто разрабатывают новые продукты уже из... Да, они продуктовые дизайнеры разрабатывают новые продукты. Спасибо. У нас здесь есть вопрос. Спасибо за доклад. Прям очень юи наше все. Создали ситуацию дизайнеры, разработчики друг друга ненавидят. Ненавидят все, в принципе, потому что я, понятно, Не знаю, мы это совсем нормально дружим. Собственно, вопрос. Вы для этой достаточно большой компании. Есть такой дядь Григорий Бугунов из компании Яндекс, и он битирует, что в ближайшее время тренды за автоматическим дизайном. Есть ли у вас какие-то подвижки в этом направлении, и, в принципе, знакомы ли вы с этим терпелом спасибо? Только что прикольный заплаженную идею. Ярослав, мы тебя уволим, а я сам уволняюсь, и роботы повыдят у нас код. Субъемника нет. То, что мы показали, это, в общем-то, и есть наработки по автоматизации какой-то. Дизайнеры не нужно. А чтобы дизайнер был не нужен, ну, конечно. Еще вопрос. Еще парочку есть возможность задать. Извините, вопрос такой по анимации. Там вот была стандартная какая-то анимация. Ага. Какие другие есть? Да, вообще космос. Открой страницу framer.com, зайди в дрибли, там, если хочешь, и посмотри пример. Там вообще что угодно можно делать. Там чуваки делают 3D флип, значит, обложек альбома. То есть, там, ну, обычный Ява-скрипт, только сделан попроще кофе-скриптом. Вот, вся фишка фреймера ровно в том, что он, в отличие от всех остальных систем, протоктепирует позволяет делать тебе абсолютно все, все, что ты захочешь. То есть, ты, все, что можно делать вебе, все позволяет делать фреймер. Вот, вопрос такой, как бы, в твоих скиллах. Все. Ну, и всегда, вот, самое классное, чем мне нравится фреймер, то есть, они сделали функцию загрузить твой прототип, значит, вовне, ну, типа, расшарить. И ты, тот, кто смотрит, всегда можешь взять и скачать твой шар и посмотреть код. То есть, все, все, все примеры, которые есть, там, например, на дрипле, ты можешь их скачать и переиспользовать. Ну, или посмотреть, как это было, научиться чему-то. А там на джессе они вообще все? Нет, они на кофе-скрипте. Ну, это такой вот, типа, сахарный синтаксис. Люблю Ярослава за то, что не любит, что, ну, точнее, слепо верит, что джесс про джесс-праздниру. Зачем вопросы? Да, 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 Когда им станет нечего кушать, они захотят что-то делать. Если еще добавить, что, наверное, очень вакансий специфик здесь у нас. Если вы, если вы, если вы хотите на такой же чайный сайт, как называется, angel.co, это там, где стартапы занимаются без сотрудников, и посмотрите, например, вакансии на дизайн и контент, то есть, мне наручить на него очень похоже. Что у любого дизайнера обязательно написано знание в HTML и CSS, JS, а у любого разработчика обязательно уйти свои практики, предоставить еще продуктуру. Все? Есть еще вопросы? Подождите, я должен Коле подарить подарок просто. Не угодно. Аплодисменты нашим спикерам. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok